Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Это канал для всех, кто хочет научиться веб-разработке. Давайте в данном уроке рассмотрим такой инструмент, как боковая панель в редакторе Brackets. Если она у вас не включена, то включите ее с помощью горячих клавиш Ctrl, Alt, H, либо же в меню Вид, скрыть или показать боковую панель. Боковая панель в редакторе Brackets это очень сильный инструмент, который упрощает нашу работу. Здесь мы можем открывать папку с проектом и видеть все файлы, которые в нее входят. В данный момент у меня открыта папка с проектом и мы видим папки CSS, внутри все файлы, fonts и так далее. Можем открывать любой файл и теперь у нас появляются рабочие файлы, а все что снизу это файлы проекта. Если мы просто нажимаем на какой-то файл, то мы можем его просматривать. Но как только мы начнем его редактировать, файл переходит в область рабочих файлов. Нажав на кнопочку настройки, можем сортировать различными вариантами наши файлы. Либо же с помощью крестика можно закрыть файл. Также мы можем открывать дополнительные директории с проектами. Выберем какую-нибудь папку с файлами. И мы видим, что она открылась, все ее файлы видны. Переключаться между ними можно с помощью вот этой вот кнопочки. Выбираем опять наш предыдущий проект и он открывается у нас снова. Также здесь можно просматривать изображение. И мы видим путь к изображению, который можно сразу скопировать и использовать в дальнейшем. Ну и само изображение. В боковой панели мы можем создавать новый файл. Например, main.css И мы видим, что файл у нас создался в данной папке. Новую директорию css files Также мы можем в этой папке создавать новые файлы и так далее. И для этого нам не нужно переходить в проводник Windows и создавать там папки, файлы. А все делается прямо из редактора. Также мы можем переименовывать файл, удалять файл. Это удалит его полностью с нашего компьютера, а не только из редактора. Либо же показать файл в проводнике, если вам нужно найти его. И мы переходим в данную папочку и вот он наш файл, который мы создавали. Также можно использовать поиск файла и замену внутри файла. Боковая панель в редакторе Brackets является очень полезным инструментом. И я рекомендую использовать вам данный инструмент. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментарии ваши пожелания, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И нажимайте на колокольчик, для того, чтобы узнавать о новых видео сразу после их появления. Вся информация, ссылки на сайт и полезные ресурсы будет в описании под видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!